Дорогие друзья, мы дождались с вами финальной встречи на Кубке Федерации Русского Бильярда, что прошел в начале апреля в Москве, в Русском Бильярдном Доме. В финале встречаются Эдуард Гальянц и Евгений Сталев. Вот даже одинаковые титры у них под фамилиями многократные чемпионы мира по различным версиям, но тем не менее. Итак, проводится раскатка. Игра, в которую сейчас начнут соревноваться оба спортсмена, уже известна, поскольку в первом полуфинале была выбрана русская партия, во втором полуфинале была выбрана русская пирамида, и теперь остается в последних играх, которые могут сыграть спортсмены. Это русские фишки, русские кегли еще так называют. С вами в эфире Павел Чернисин, Павел Швецов. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, Павел, давайте вы сейчас коротко постарайтесь объяснить нашим телезрителям, в чем заключается основная, так сказать, суть этой игры. Суть этой игры достаточно простая. Есть биток, которым ведется игра, и два прицельных шара. Смысл комбинации борт-шар прицельный – сбить фишки. То есть, либо до соударения с прицельным шаром должен биток совершить удар в борт, либо после соударения прицельного шара прицельный шар должен попасть в борт. После этого фишки считаются, так сказать, хорошими. 40 очков в гальянс, что значит, хорошими. Хорошие – это значит, они как бы пишутся в плюс. То есть, можно сбивать после этого фишки. А если этой комбинации не произошла, то есть биток попадает в прицельный шар, и прицельный шар, допустим, сбивает, не касаясь борта, фишки. Это плохие фишки, так называемые. Они минусуются от общего счета игрока. Вот сейчас, видите, был совершен удар в прицельный шар, прицельный шар в борт, и от борта он сбивает фишки. Это хорошие. Так, коротко резюмирую. Основной смысл игры – это сбивать именно фишки. Здесь, правда, можно забивать и шары, но об этом Павел сейчас чуть позже подробно расскажет. Сбивать нужно фишки, но напрямую ударом сбивать фишки нельзя. Только в комбинации. Либо до соударения биток должен найти какой-либо борт, потом удариться в прицельный шар, и прицельный шар должен сбить эти фишки. Причем, обращу ваше внимание, именно прицельный шар должен сбивать фишки. Если фишки сбиваются своим шаром, битком, да, желтым… Это плохие фишки. Это вот, как выразился мой коллега, плохие фишки. И, соответственно, уже все очки, которые таким образом, как бы, набирает игрок, и пишется ему в минус, а не в плюс. Игра ведется до какого счета, Павел? До тысячи очков. Ну, сейчас можно остановиться на том, что игра эта серийная, то есть удар после результативного продолжается. Вот сейчас это совершает, это действие Эдуард Гальянс. У него хорошие фишки, длинная серия, там порядка 100 очков он уже сбил. И можно остановиться на стоимости, так называемой стоимости очков каждой фишки. Вот отдельно стоящие фишки на первой и третьей точках, это стоимость этой фишки 30 очков. То есть, если она падает, соперник, игрок получает 30 очков. 120. Теперь 5 фишек, которые стоят в середине. 4 маленьких и 1 большая. Если падает 1 большая и не падает ни одной маленькой рядом с ней, это считается стоимость этой фишки 50 очков. Стоимость маленьких фишки в любом случае это 5. Вот сейчас вот фишка упала в середине маленькая, это 5 очков. Если падает большая и маленькая фишка, то считается большая за 25 уже очков, а маленькая также за 5. Ну, то есть, таким образом, дорогие друзья, вы можете посмотреть, есть шанс у игрока сбить только центральную фишку, вот большую фишку. Она просто там отличается от остальных, которые окружают. Там можно провести шар таким образом, чтобы сбить... Не сбить маленький. Да, чтобы не сбить маленький. И поэтому вот одна сбитая центральная фишка так дорого стоит, 50. В случае, если ты цепляешь какую-либо маленькую и падает большая, тогда стоимость большую уменьшается в 2 раза. 25, ну и плюс то количество фишек по 5 очков, да, маленьких, которые упали вокруг неё. А фишки, которые стоят вот на первой и третьей точках, да, они по-любому стоят 30 очков. Вот сейчас, допустим, 35 очков заработал Эдвард Гальянц. Да. Значит, следующий вариант. Если все 5 фишек, которые стоят в середине, падают, это 100 очков. То есть, 4 маленькие, да, и одна большая. Когда весь центр сбивается, 100 очков. И ещё одна комбинация, когда падают все 7 фишек. Это 200 очков. То есть, раньше обычно в эту игру считалось как? Что если все фишки сбил, либо это почти выигранная партия, да, либо это как минимум количество очков, равное половине партии. Вот. Здесь мы немножко модернизировали эту игру, исходя, как бы, наверное, из современных реалий. И у нас, значит, предложения спортсмена играют, исходя из того, что все сбиты, это 200 очков. Достаточно сложно это сделать. Вот сейчас очень большую серию сделал Эдуард Гальянц. Пока она идёт в плюс, да, и ещё, естественно, ему надо, если он хочет её записать, можно, скажем, атаковать, а можно просто накатить биток на прицельный шар. Вот что он сейчас и делает. И записать в плюс эту серию, 195 очков. 195 Гальянц. Вот. Соответственно, какие ещё здесь есть результативные удары? Результативные удары – это забитый шар в лозу, чужой прицельный шар. 5 очков. При этом шар выставляется на точку первоначальной выставки, противоположную, где стоит другой прицельный шар, половину штула. И также есть ещё и карамболь. То есть, когда биток ударяется с двумя прицельными шарами, это тоже 5 очков. Плюс здесь есть маленький нюанс в связи, опять же, с карамболем. В случае, если биток попадает в один прицельный шар и потом во второй делает карамболь, то без касания бортов второй прицельный шар, когда уже был совершён карамболь, может идти на фишки, и эти фишки будут хорошие. Но это встречается очень редко достаточно. В основном здесь игра продольная такая. Надо продольный удар, который сейчас совершает удар, делать очень точно. Видите, середину сбивать побольше, заужать. Вот сейчас он сбил 35 очков. И 30 зацепил сейчас наверняка. Да, 30 зацепил. 65 очков. Очень хороший результативный удар. Ну, ещё нужно рассказать, куда выставляются шары. Шары ставятся, вот забитые шары, выставляются... С внутренней стороны. С внутренней стороны, да. Вот этих самых 30-очковых фишек. То есть, ближе к центральной линии, к первой и к третьей точке, на расстояние до 5 мм к фишке, но не вплотную к ней. Также в случае забития битка восстанавливается первоначальная позиция. То есть, все чужие шары ставятся на свои точки изначально, и производится как бы первоначальный удар. Да, я думаю, что, наверное, увидим мы подобного рода развитие событий. Кто-нибудь даутопит наверняка биток. Да, бывает такое часто. 35. Бывает очень сложно. Вот такие продольные удары, и человек концентрируется на... Именно, чтобы сделать фишки, немножко отпускается биток, и он, видите, может свободно и легко упасть. Ну, сейчас нерезультативный удар в исполнении Евгения Сталева. Пока он проигрывает в этой партии. Напомню, что партия может длиться достаточно долго, в случае, если игроки будут делать, так сказать, плохие фишки. То есть, в минус уходить. В минус, да. Бывают такие серии, там, по 400-500 очков, и один неконтролируемый удар, и все эти 500 очков в минус. Соответственно, продолжительность партии может увеличиться. Тебе уже сбивают не тысячу, а 1500 очков. То есть, одним словом, поскольку игра серийная, вот я постараюсь формализовать. Сейчас отличный удар делает Эдуард Гальян. Смотрите, маска. Напрямую мы, еще раз говорю, нельзя сбивать никакие, естественно, фишки. Ни чужим, ни своим. И вот сейчас нужно будет Евгению Сталину рассчитать, с каким количеством бортов, в какой комбинации ему нужно будет подбить один из белых шаров. Что, кстати, произойдет, Павел, если он не попадет ни в один из прицельных шаров? Если он не попадет ни в один из прицельных шаров, это штраф 5 очков. Вот он не попадает, это 5 очков. То есть, так мало, да? Да, 5 очков штраф. И в случае, если соперник может опять вернуть ему удар, если ему как бы он не принимает позицию. Ну, в данном случае позиция для Эдуарда идеальная. Продольный, так называемый, удар стоит, оборотней. Вот, видим, что Эдуард в хорошей форме. Скажем так, достаточно четко он играет. Смотрите, как точно попадает в прицельный шар, разбивает всю середину. И он все собьет. Вот, все мог, все сбить, но сбивает 95 очков. А позиция, да. И маску сейчас для себя ставит. Не совсем маску, шар виден. Но куда лететь по ему. Да, напрямую это нельзя бить. Соответственно, либо надо от борта бить, либо, если он просто хочет зафиксировать это количество очков у себя положительно в счете, он должен просто накатить. А накатить сложно в связи с тем, что биток стоит достаточно близко к фишкам. А вот теперь смотрите, дорогие друзья, вот сколько очков сейчас он заработал. Он оставил только 2 фишки по 5 очков, да? Да. Соответственно, центр 35 и 2 по 30, да? То есть 95 очков. Если сейчас он делает штраф, то есть штрафуется каким-либо образом, то все 95 очков и те фишки, которые он может потенциально сейчас сбить, ну, в качестве штрафного удара. Сейчас посмотрим. Нет, штрафно отыгрывается. Сейчас вот, допустим, зацепил бы биток, вот эту фишку в 30 очков, 95 плюс 30, 125, и все это ему пишется в минус. Вот Евгений сделал результативный удар, и, скажем так, ему повезло. Прицельный шар подкатился к фишечке вот этой 30-очковой, и можно ее, скажем, достаточно прицельно точно сыграть от борта. Вот как это бывает. Скажем так, сильно он очень бьет, не знаю, с чем это связано. Ну, получилось достаточно хорошо. Опять на продвольный выходит шар прицельный, видите, как каблук так называемый, то есть прицельный шар сперва в борт, и очень резко, видите, как заужается шар, и, в общем-то, из простой позиции происходит нерезультативный удар. Вот между тем счет 355 на 135. 220 очков преимущества. Ну, 220 очков преимущества, это, надо сказать, немного. Ну, в принципе, это такая средняя хорошая серия. Вот неудобство испытывает сейчас Эдуарда, ему с борта приходится играть. Срывает удар. Ну, скорее отыгрывается, он же делает маску, я так понимаю, да? Ну, я думаю, что он здесь все-таки пытался атаковать, немножко сорвал удар. Нет, ни о какой маске тут речи не шло. Три борта. Оторопился. Отличный удар сейчас в исполнении Евгения. 35 очков. Опять стоит продольный удар. 35. Ну, вот очень важно, в каком сейчас состоянии, видите, делает карамболь, и опять продольные удары нерезультативные. Карамболь в данном случае, конечно, 5 очков. Чтобы сделать тысячу, надо 200 карамболей сделать. Это достаточно нерезонно. Выигрывает в основном тот, кто максимально результативно вот эти продольные удары совершает. Вот видите, а у Евгения они каким-то образом происходят так не очень, скажем, на мой взгляд, продуманно, что ли. Адуманно, да? Или неаккуратно, как что-то неаккуратно. Он подходит к ударам невнимательно. Видите, вроде все получается. А карамболь? Карамболь уже здесь неважно. Он сбивает 65 очков. То есть у него серия порядка сейчас 100-150 очков получается. То есть практически приближается к Эдуарду. А если вот вылетит фишка зону? Не штрафуется? Не штрафуется. А в лузу если залетит? То же самое, просто выставляется на стол. А если заняты? Если заняты шаром, значит, в случае, если заняты шаром, вот эти крайние фишки, 30 очков, они не ставятся. Они как бы внизу на стола, пока не освободятся. 135 ставят. Весь русский бульярд, если его объединить, да? Все игры, а лагер, там, они разные, допустим, это игра от русской партии, да? Давнишняя забытая игра, все офицеры играли в эту игру раньше. Сейчас ее финны интерпретировали, называют кайзы. А это чисто русская игра, русская партия, пять шаров. Еще пять шаров с карамболем называлось, там, и всякого. Фишки тоже играли, почему забытые? Потому что лет 15, допустим, 20 назад все бильярдные были, ну, чистые болоты, играли только на деньги, обманывали людей. А фишках очень легко запутать любого партнера. Потому что там очень легко можно скрыть, там же не нужно попадать в лузу, правильно ли? А когда играет профессионал, он метится, хочет мимо луза попасть, а все равно попадает практически в лузу. А здесь в фишках уже можно скрыть свой потенциал и обыграть, там, обмануть, как ты же фишки не руками сбиваешь, правильно? Никто же не заставляет играть с мастером. Если хочется играть, надо заплатить какой-то, или договориться с ним о чем-то там, на поцелуй или что-то. Итак, мы возвращаемся к финальному матчу, который игроки, конечно, в современных реалиях бьются не за поцелуи между собой, естественно, за вполне конкретные призовые. И пока Эдуард Гальянс впереди. Сейчас, я надеюсь, мы увидим счет. 30. Нам его покажут. Счет практически равный, там порядка 350 на 270 был счет. Ну, то есть, небольшое преимущество Эдуарда Гальянса. Вот сейчас, наверное, будет середину ронять. Очень хороший удар. 35 очков. Размер и выход под продольную атаку. Очень важно. Фишки именно вот такие продольные удары совершать максимально результативно. То, о чем говорил, да, Евгений Сталев, тут же по лузе игры нет, и так сразу не определишь, профессионал с тобой играет или не профессионал. А то, что люди вот так контролируют шары, умеют, да, так вот понимают эту игру, что вот, ну, 5 очков, да? Ну, 5 очков, говорят, бильярдисты зацепился. Виден шар, два борта можно сыграть. Можно, вот сейчас, кстати, вот я говорил, если проходит шар, можно сыграть карамболь и вторым шаром после карамболя сбить фишки. Тридцатку. Достаточно сложно. Не думаю, что будет играть этот удар Эдуард. Думаю, либо 2 борта, либо 5 бортов будет сейчас играть. Ну, вот Эдуард сам говорил, что уж в чем-чем, а в этой игре он собаку съел в свое время. Ну, вот сейчас повезло ему, скажем, играл так приблизительно 5 бортов. Вы думаете, что этот удар не... Ну, очень сложно, да, целить в одну фишку, потому что, играя тонко в угол, подразумевается, что после 5 бортов идет на середину. Потому что в основном вся игра ведется через середину здесь. И вот эти крайние фишки разъедриваются достаточно редко. И сейчас повторяется этот удар. Не попал. Попасть через весь стол, совершив там порядка 4 метров движения шарами, очень сложно попасть в одну стоящую фишку. Поэтому в основном все комбинации, они ведутся через середину. Потому что достаточно плотная группа фишек. Видите, сейчас Евгений пытается сделать карамболь нерезультативно. И падает биток. Вот о чем я и говорил. Переобратите внимание. Значит, поскольку... Ну, сейчас будет 5 очков штрафа записано на Евгении Сталева. Стоит у него 260 очков, а не 265. Или это уже с учетом этого штрафа. Но суть не в этом. Посмотрите, как сейчас будут выставлены шары. Вот видите? Первоначальное положение. Первоначальное положение. Вот таким вот образом. Это довольно легкий удар в фишке. Игроки его прекрасно понимают. Вот обратите внимание, сейчас биток встал ровно на то место, где должна находиться фишка. Вряд ли она сейчас встанет. Да, вот видно, что она не встает. То есть, занята точка, на которой выставляется. И что происходит? Видите, немножко даже Эдуард забыл правило. То есть, эта фишка не выставляется на стол, а она выставляется следующим ударом, когда освобождается место. А вот как раз фишки, которые стоят в середине, даже если они закрыты шарами, они выставляются в определенных последовательностях. Допустим, если не ставится фишка большая, то она ставится по продольной оси, вплотную с внешней стороны, к маленькой фишке, с той стороны стола, где стоит биток. То есть, где вот он больше, вот с этой стороны ставится. Если занято место маленькой фишки, она выставляется по продольной своей оси, между большой и маленькими фишками, то есть, на противоположной стороне. Ну, я думаю, что мы увидим. Ну, где-то увидим эти комбинации, да. Потому что частенько шар там останавливается, хотя, наверное, это невыгодно, да, с точки зрения тактики, оставлять шар, вот, заводить его сюда вот. Ну, очень редко специально туда заводят шары. В основном, после продольных ударов, имея какой-то такой определенный размер, шар там останавливается. Соответственно, в общем-то, это немножко усложняет, с одной стороны, в зависимости, какая позиция, с другой нет. Вот о чем я говорил, что бывают редкие удары по одной фишке. Вот они больше похожи вот от длинного борта, когда вот похожа вот такая ситуация стоит, понятный угол. Вот сейчас можно атаковать фишку одиноко стоящую. Ну, так мы вспомним, что и фишка-то стоит немало. Нет, она стоит немало, 30, много, да. Но прицельно атаковать ее, как бы, резон был вот только в таких ситуациях. А не в том случае два борта, когда шару надо пройти 3 метра и попасть в одиноко стоящую фишку. Так вот по 30-точке-то он отгрызает. Ну, по 30-точке, во-первых, смотрите, контроль. То есть, у него сразу есть сейчас выбор. Два борта может играть. Либо продольный через короткий борт с разбоем центра. Да, либо жестко можно там от трех бортов, чтобы биток сильным ударом пошел, да, допустим, либо оборотным сыграл. Ну, выбирает более понятное продолжение. Со своим что будет делать? Ну, вообще, надо, да, вот правильно он делает, видите, прокатывает и выводит под продольный удар опять оборотней под второй шар. Да, 30 зацепляет, итого 35 очков. 35 очков, да. Да, ну, здорово, он держит биток, у него всегда есть... Продолжение. Да, всегда продолжение. Тем более, сейчас, смотрите, вероятен еще и подбой, ведь, того шара, который... Ну, вот здесь как раз, да, остановился. То есть, 30-точку сейчас он зацепит, допустим, и подобьет еще как-нибудь... Ну, здесь вот как раз лучше надо просматривать таким образом, чтобы... Подбоя не было? Подбоя не было, надо смотреть. Или бы от первого борта шел на фишки, а можно от второго борта, потому что в случае сейчас такой попадает в шар, видите, и второй борт должен идти уже. И вот, видите, биток чуть-чуть было не сделал плохие фишки. Ну, очень удачно. А вот попади он чуть... Заширил бы, да, шире пошел бы биток, он бы попал в прицельный шар, во второй прицельный, и вообще мог бы в фишки не попасть. То же самое, продольный удар. Засчет винта узит, видите, как шар идет? Сразу практически в обратную сторону отскакивает. Большое вращение дается, винтовое, и уже от борта идет немножко другая измененная траектория. В эту игру, конечно, надо вот эти вот нюансы знать. И опять же, чем жестче удар с винтовым смещением, тем больше изменяется угол отскока. И все вот эти нюансы в эту игру, конечно, надо идеально знать. Вот эти три борта удара, очень часто встречающие, и их надо делать достаточно качественно. Вот Эдуард делает великолепно эту серию. В его арсенале и удары сильные с винтом, и оборотни с прокатом, и три борта. Сейчас в его исполнении мы видели удар. Здесь, наверное, будет играть два борта. Да, два борта удар, тоже очень сложно. Видите, как шар проходит в такие ворота, не попадает ни в одно из фишек. Но тем самым 200 очков почти сделал. Ну вот Евгения Сталева мы давно не видели. Там уже почти 400 очков, 390 преимущество, по-моему. Эдуарда Гальянца, посмотрим, чем ответит Евгений Сталев. Ну вот он, получился удар 5 бортов, и сбил 35 очков. Но позиция очень неудобная становится. Один из прицельных стоит за фишками, а второй надо играть через фишки. И он стоит достаточно близко к борту, очень сложно будет его сыграть. И подходить неудобно к битку, потому что фишки мешают. Если к ем, естественно, сбиваются фишки, а это не по правилам, они считаются как плохие. То есть минусуются от счета спортсмена. Видите, как сложно. То есть подобраться еще надо, фишки не сбить. Ну, самое простое, это просто накатить. Попытаться приспособиться и не атаковать, а просто накатить. Хотя, по большому счету, в эту игру от 3 борта попасть в прицельный шар, это должна быть достаточно понятная траектория. Либо от борта, вот, Евгений не попадает, спешит. О чем я и говорил и в первом полуфинале. То есть, имея какой-то темп игры в другие игры, уже отработанные, да, то вот в эти новые игры, скажем, которые мало тренировочного процесса, надо немножко больше концентрировать внимание. А так, вместо хороших фишек 35-40, как говорят бирлядисты на себя, то есть плохие фишки, это минус от его счета. Ну да, 35 за вот удачно с битвой и предыдущим ударом, и 5 за штраф. Ну и все суммируется и отнимается тут же. Так, есть 30 очков. Видите, как хороший перевод битка. То есть, контролирует позицию Эдуард. Может быть, не очень удобно становится биток, но все шары видны. Большой достаточно тактический выбор у него. Ну, мне вот пока, вот именно в эту игру, мне больше нравится, думаю, что со мной многие согласятся, даже несмотря на счет. Эдуард Галиянского-то поувереннее себя чувствует. Поувереннее, ну, в первую очередь за счет того, что у него, наверное, где-то больше практики было именно игры в эту игру в свое время. Я, насколько знаю, Евгений практически вот бортовые, там, в карамболе, в фишке практически не играет. Не значит, что он не умеет играть, но у него мало очень конкретной игровой практики. Соответственно, как мы и говорили, что любая игра, какая бы она, ну, не была, то есть, если она новая, мало тактических приемов у игрока, он всегда немножко теряется. То есть, всегда качество его игры падает. Именно из-за недотренированности в конкретную игру. Но это между тем, Евгений, видите, делает отличные удары. Прокат дуплет, сбивает 30, выводит под продольный удар. Единственное, что здесь, конечно, надо контролировать. Вот видите, не контролирует он биток, размаршисто играет, и все на себя. То есть, забил 35, и сейчас где-то 65 очков. Порядка 100 очков списываются с его лицевого счета. Потому что битком сбил вот фишку в 30 очков. Потому что близко стоял шар к борту, надо было контролировать, либо тихим ударом, либо оттягивать, узить за счет винта. Решил играть на сильном, поймал контратуш, как говорят бильярдисты. И от двух бортов биток сбивает вот эту 30 очковую фишку. Ну, а между тем, видите, Эдуард спокойно... Такое ощущение, что Эдуард знает, что он делает. Да, да. А Женя все-таки... Где-то еще экспериментирует, скажем так. И очень, на мой взгляд, невнимательно относится к совершению конкретных сложных ударов. То есть, потрать секунду лишнюю внимательно оцени удар, и, я думаю, не было бы таких ошибок. А в эту игру, это вместо, как говорят, вместо хорошего, скажем, нехорошее, происходит достаточно быстро. То есть, вместо плюса ты получаешь жирный минус. 40. И обычно это очень психологически такая сильная нагрузка на спортсмена, когда ты старался-старался, у тебя там набирается серия 200-300 очков, и вдруг какой-то необдуманный удар или случайный контратуш, и все на себя. Вот пересилить вот это вот состояние достаточно сложно. То есть, ты как бы проиграл в мини-игре, а игра еще не кончилась. И надо находить все силы, как бы реабилитироваться, не просто догонять, а вместо 1000 очков сбивать там 1200-1300. Сейчас порядка 150 очков уже Евгений на себя сделал. Да ж побольше, помню. Так вот поменяли шар. Замена. Да, пачкаются шары, поэтому необходимо их менять. Да, пока не вижу у Евгения, за счет чего он может выиграть. Ну, наверное, даже в большей степени из-за того, что Эдуард очень плотную такую ведет игру, очень прицельно, результативно играет, осмысленно, и у него все получается. Смотрите, как выводит шар, да, на продольный удар? Ну, соответственно, сейчас может сыграть оборотнего. Так и будут, скорее всего. Опять себя контролирует биток, шар стоит на следующий продольный, можно сыграть вот этим. Посмотрим. Играет, видите, на средних ударах, не пытается сбить там большое-большое количество очков, сбивает необходимые 30-40-60 очков. Но опять есть четкое продолжение продольный удар. То есть это опять... Понятный удар. Да, понятный, четкий удар. И еще дальше продолжение. То есть это, ну, порядка 200 очков уже как бы нарисовано в этой серии у Эдуарда. Конечно, надо быть очень внимательным, очень точно играть. Видите, даже в случае несыгрывания немножко можно было пожестче сыграть. Вот, конечно, тоже волнуется, хочет выиграть, видно, Эдуард. Потому что Евгений Сталик для него это... Хороший раздражитель. Хороший раздражитель такой. А для кого он плохой-то, скажите мне? Они давно уже друг друга знают, много игр сыграли. Хороший раздражитель, да. Поэтому он очень, видите, как собран и внимателен. Так перерезает сейчас. Играет по лузе в перерез. Нет, оборотнева. Нет, играет оборотнева, пытается контролировать, но... Но мимо. Мимо. Так, финальная... Финальная партия... Точнее, первая партия финального матча, вот так будет точнее, по игре в русские фишки на турнире Кубка Федерации русского бильярда. Пока Евгений Сталис в частую уступает Эдуарду Галиянцу. Разрыв там около 700 очков. В этом районе сейчас чуть поменьше становится. Да, но еще серия не закончилась. Ну, как заканчивается серия у Евгения, мы видели. Иногда он всю эту серию себе пишет в минусы, вместо того, чтобы сокращать разрыв. Он его только лишь увеличивает. А, Павел, скажите, пожалуйста, а можно ли, допустим, набрать первым минус тысячу очков и досрочно прекратить борьбу? Или нет? Здесь такого не бывает. Наверное, можно, теоретически. Ну, практически сложно достаточно. Вот вроде хороший удар, был продолжение, и оно как бы закончилось. Вот 200 очков Эдуарду, я думаю, что он эту партию дожмет. Евгений, по состоянию Евгения, видно, что он чем-то недоволен. Соответственно, собраться ему и обыграть. Давайте считать, 35 очков. Да, 35. Осталось порядка 160 Эдуарду. Причем понятный удар стоит дуплет. Да, дуплет и с возможным продолжением, если сейчас биток отконтролирует, и можно выводить на продольный. Я так понимаю, что сейчас он мягко будет оттягивать. Ну да, наверное, чуть-чуть так слегка оттянуть, чтобы шарик пошел вот, ну, чуть-чуть подальше бы он на угловую луну накатился. Было бы совсем здорово. Неплохой удар. Единственное, что вот неудачно остановятся шары. Здесь уже надо будет что-то сейчас придумывать Эдуарду. 65, практически 100 очков ему осталось. То есть даже можно придумать какой-то или отыгрыш, либо посмотреть, как после сударения пойдут шары. Ух ты! Вот, от этого плохие фишки. Мы видели, выстреллен был шар, видно, был купаж, то есть немножко купировали в трансляции. Почему? Потому что он играл шаром, и один из прицельных шаров, не коснувшись борта, ни биток не коснулся, сбил 30 очков. Это были плохие фишки. И сейчас вот Эдуарду, соответственно, приходится опять в гору сбираться. Почему? Потому что та серия была у него нерезультативной. Ну, она была не очень большой, правда? Очков 70. Ну, порядка 100 очков было. Видите, 700 очков. Было 800, 100 очков списали. Подсказывает редактор трансляции, что ровно 100 очков с него и было списано. Но эффектно выглядел удар. Да, ну вот хороший удар сейчас в исполнении Эдуарда. 40 очков он сбивает. Ну, посмотрите, никак там 30-ка не дается. Ну, фишки достаточно имеют тоже вес какой-то свой, поэтому иногда меняется траектория движения. Шара вот сейчас видно было, вот они сбиваются. И шел на 30-ку, ну, прошел мимо. Давайте, поскольку близко уже окончание парка, так или иначе, я не думаю, что позволит себе вторую такую ошибку Эдуард Гальянс. Отличные удары делают. Давайте расскажем, как нужно заканчивать эту партию. Ну, партия заканчивается, как бы, нужно сделать запись. Действительную, скажем так. Да, действительно. Чтобы ее сделать, нужно сделать, как бы, отыгрыш, так называемый. То есть, не атаковать, а просто произвести соударение битка и прицельного шара. то есть, если серия продолжается, нельзя закончить, сказать, все, я закончил. Надо обязательно совершить удар, так называемый отыгрыш. Очень хорошо, что мы заговорили об этой разновидности ведения тактической борьбы. Что такое отыгрыш в эту игру? В эту игру это соударение битка и прицельного шара. Просто тушь шара, да? Ну, соударение битка и прицельного. Этого достаточно. Сейчас, смотрите, каблук в аборт великолепно сыгрывает. Эдуард, да. Дискликов, но любители бильярда, собравшиеся в русском бильярдном доме, все это оценили, конечно. То есть, очень много каблуков, дуплетов в эту игру, понятно. И чем хороша эта игра? Она расширяет тактический и технический диапазон игры. То есть, участников этого процесса. Каблук, Павел, повторите для телезрителей, которые не видели наших трансляций ранних. Каблук это... Ну, это комбинация, при которой биток с первого попадает в борт, а потом в прицельный шар. В чужой. И, соответственно, это и называется каблук. Таким образом, даже если будет минус 30... Да, видно, биток сбивает тридцатку, еще карамболь. Еще карамболь, 35, да. ничем не обоснованный удар. Три борта надо было делать, контролировать биток. Евгению захотелось сделать карамболь, и за что он поплатился. Ну, чувствуется, тот самый дискомфорт посетил Евгения Сталева. Что-то ему не нравится, что-то он недоволен. Просто не пошла игра. Но поскольку до двух побед, естественно, ведется финальный матч, то будет шанс у Евгения еще побороться. И эту партию он пока еще не проиграл. Были всякие случаи. Тридцать. У нас вот совсем недавно среди любителей бильярда играли в фишки. Человек со счета примерно 830 делает хорошую серию под 200 очков. Фактически у него 1000 с лишним очков. Ему нужно просто отыграться. Но вот как раз этим самым ударом последним, когда он превысил рубеж в 1000 очков, ставит себе такую маску, что отыграться не может. И все эти 200 очков вместо плюс записываются в минус. Было 830, стало 630. Все сначала. Да. Ну, не все сначала, но тем не менее многое придется начинать сначала. Думаю, что здесь-то, конечно, это не произойдет. Ну, честно скажу, и сам играя фишки, и когда делаешь большую серию на себя, так называемые, плохие фишки, да, очень сложно собраться, очень сложно. Вот и, на мой взгляд, именно это и происходит сейчас с Евгением. То есть, он сделал несколько хороших ударов. Игра была в середине партии, там, 400 на 300, примерно равная. И после вот этого, скажем так, плохого удара, плохих фишек, как будто отрубило у него. То есть, выключился человек из игры, вот этот дискомфорт его посетил, видно, недовольство. Совершенно другое лицо мы видели в полуфинале, когда он играл с Сергеем Ермаковым русскую партию. То есть, у него все получалось, видите, сейчас какие. Опять на себя. Видите? То есть, пытается что-то себе объяснить, а биток не слушается его. И в основном, я могу это только списать на то, что потеря концентрации внимания, неуверенность какая-то присутствует в действиях, отсюда поспешность и нерезультативность. А я смотрю, Евгений Киев поменял. Вот полуфинал он играл другим Киевом. Сейчас же как-то решил взять другое ружишко. Ну, возможно. Может быть, наклейка что-то там оторвалась, еще что-то. Много бывает всяких моментов, из-за чего спортсмен может поменять свое оборудование игровое. Очень внимательный Эдуард. Импонирует мне его игра сегодняшняя. То есть, практически, на мой взгляд, показывает максимальную игру, которую он мог бы продемонстрировать в данную игру. показывает максимальную игру, которую он мог бы продемонстрировать в данную игру. И давайте я переведу для телезрителей. Павел хотел сказать, что Эдуард Галиян сейчас находится в своей лучшей форме, которую он может продемонстрировать при игре в фишки. Ну, примерно об этом я и говорил, да. Мы просто давно знакомы с Павлом, я уже понимаю, с полуслова фактически. Но наше знакомство никак не сказывается на ходе борьбы. она здесь пока в одну калитку. Сейчас судья объявит счет. Плюс 30 ксили. Да, и очень удачно выходят шары. Опять продольный удар. Мне кажется, он вообще обдумывает каждый удар, да? То есть, здесь что важно? Вот, Павел, давайте... Здесь важно контролировать все три шара, которые участвуют в процессе. Контролировать все три шара. Да, Потому что игра с продолжением и... Ну вот сейчас что было, да? Допустим, он играл продольного, естественно, хотел сбить фишки и вывел себя на дуплеты, да? Ну, дуплет, да, вывел. Ну, очевидно. То есть, нужно о выходах, естественно, задумываться, безусловно, да? Насколько я понимаю. Ну, о так называемых, да. То есть, надо понятно для себя и конкретно по позиции перемещать шары. То есть, один из шаров идет на фишки после ударения, а другой подразумевает удобное продолжение этой серии какой-то. Вот. Вот везет или нет? Нет, не везет. Нет, не везет. Своим сбивает и опять очков 100-150 на себя делает Евгений. Да, вот казалось бы, середина партии была примерно равная, а сейчас практически ноль. То есть, очков 800 сделал Евгений, из них 400 на себя, соответственно, общий счет в его графе около нуля. То есть, 40 очков. А Эдуард сделал на себя ну буквально там сколько, 100 очков, по-моему, всего. Немного штрафовался. Да, то есть, видите, как получается плохо, когда штраф, то есть, прерывается и серия, и плюс она еще пишется в минус тебе, и плюс психологически это, конечно, такой серьезный фактор дестабилизирующий. Сейчас великолепно делает парадольный удар, сбивает почти все фишки, эту стоечку, и выводит на следующий продольный. Вот еще бы одну фишечку уронил, и было бы 200. Было бы 200, да. Ну, удар отличный. Вот о чем я и говорил, если Евгений соберется, да, на мой взгляд, не знаю, с чем это связано, какой-то в середине партии у него прошел надлом, собраться, чуть внимательнее делать каждый удар, и все. Зацепил 30, 130 уже. Да, ну, здесь можно и оборотни сыграть, и сейчас посмотрим от второго прицельного, что и три борта можно сыграть, и два борта ближним прицельным шаром к нам можно сыграть. Мне кажется, по ближнему прицельному шару сейчас будет играть Евгений. Да, так и есть. Играет два борта, широко, на обратном ходу узко. И опять продольный выходит для Эдуарда Гальянца, а ему всего лишь 75 очков надо сделать. Это один подход, в принципе. Ну, практически один удар. Ну, еще отыграться. Да, и отыграться, согласен. То есть, завершить серию надо, скажем так, так, наверное, будет точнее. Завершить серию. Вот сейчас он сбивает 35 очков и делает себе так называемую маску. То есть, видите, сейчас оба прицельных шара стоят за фишками. То есть, надо что-то сейчас будет придумывать Эдуарду. Это поспешный удар. Ну, на мой взгляд, конечно, можно было посильнее отрегулировать, чтобы один из шаров не от одного борта сбил фишки, а на обратном ходу вернулся там, где биток стоит. Ну, было проще. Думаю, что отыграться отыграется легко, тем более, что там виден похожий шар. Мне не виден каблук. Каблук, и смотрите, как удачно. Ох, какой каблучищ. Ну, правда, 10 очков. И от двух бортов прицельный шар сбивает 10 очков. Остается ему 30 очков. 30 очков, да. 30 очков и отыграться. Ну, можно вот 5 очков забить. Ну, я думаю, что это неправильное решение. Можно сыграть два борта вот этим прицельным шаром. Можно сыграть три борта, все зависит, какую резку выберет. А можно сыграть оборотного на середину. Да, пытается три очка сыграть, попадает от трех бортов. Как раз 35 очков необходимы для победы. Исковая 35, да? Найденная, да. И теперь просто отыграться. Ждет, когда судья поставит фишки. 80. Даже больше, по-моему, просчитались это с вами, Павел, на 10 очков. Ну, и все, собственно. Вот и вот, что должен быть нерезультативный положительный удар. Со счетом тысячу пять на сто семьдесят в первой партии финального матча побеждает Эдуард Галиянцев. У меня не получалось ноги удара, где я свой не мог проконтролировать. Возможно, это из-за кия был, я взял не свой кий. Ну, много не везло в этой встрече, я считаю. Ну, Эдуард сыграл очень хорошо. потому что он давно тоже в эту игру не играл, но я считаю, что он сыграл на очень высоком уровне. так, дорогие друзья, начало второй партии. Посмотрите, как это все происходит. Уже правила, я надеюсь, вы успели понять. Подробно на них мы остановились в начале финальной встречи. все-таки заметил я, что Евгений Сталев взял не свой кий, глазастый какой. Смотрю, не похож. Это же известный кий. Стоимостью, Павел, раскроете секрет? Или не будете раскрывать? Нет, артикуляционный аппарат не может выговорить эту сумму. 10 тысяч долларов США за такую сумму. Я только не совсем в курсе полностью этой истории. Это прямо ценник висел на этом кии? Или нашлись люди, которые оплатили мастеру? Нет, ну, этот как бы именной кий, он подарен мастерам, а мастер соответственно... Оценил его в такую сумму? Да, наверное, так. Тогда он мог сказать, что стоит миллион долларов, в принципе. Ну, теоретически, да. Но, если кто-то заплатил хоть раз за кий какую-то сумму, соответственно, кий столько и стоит. Почему? Потому что оценить кусочек дерева весом 400 грамм плюс железячка в такую сумму, это сложно. Это как скрип, тоже она же не может стоить каких-то таких бешеных денег, исходя из материала емкости. А, то есть себестоимости вы хотите сказать, да? Ну, сам материал не стоит. Инструмент, инструмент... То цены ему нет. Соответственно, цена, она определяется с какими-то другими критериями. Странно, почему сейчас не играет? Продольно, потому что, видите, он играет через дуплет и выводит на более удобный удар. Вот это есть как бы мастерство. то есть отконтролировал, смотрите, так чтобы в своях не задел. И теперь очень удобно ему будет атаковать продольный удар. Ну, в хорошей форме находится Эдуард, и мне очень нравится настрой его, смотрите, как он внимательен. Вот. И, соответственно, соперник у него, он, наверное, еще дополнительно мобилизуется, потому что обыграть Евгения Сталева Эдуарду Гальянцу это как что-то самое одно из лучших, что может произойти в его жизни, на мой взгляд. Ну, вот позиция, можно, если проходит в угол, просто забить чужой. Нет, не играет, по-моему, Можно попробовать сыграть карамболь. Карамболь. Да, видите, как раскручивает винтом после ударения с бортом биток, и отлично. Продолжение продольное есть, удар продольный. Молодец, Эдуард. Ну, можно было бы и побольше очков взять. зацепился, так сказать. Удар был такой, надо было контролировать биток. 90. Чуть-чуть раньше закончил удар и шире пошел биток. Не заузился. Соответственно, все равно неплохо, как говорят, зацепился. А вот сейчас что будет происходить? У него есть шанс сыграть оборот и не зацепился. Вот. Можно попробовать бестолковые карамболи сделать, допустим, просто оттянуть и попасть после ударения с одним шаром в другой. Вот, играет одиноко стоящую и на себя. и на себя, да. Вот, начало партии минус 90 на минус 30. Большое спасибо нашей редактуре, которая, видите, даже в титр все это воплотила. Пока ни тот, ни другой из минуса не могут выйти. Вот, если сейчас фишки упадут, да, видите, одна падает 50 очков. Это хороший удар. Почему? Потому что один прицельный, который уже совершил с ударения с бортом, попадает в другой и тот сбивает фишки. Это хорошие фишки. Вот так вот, видите, одна фишка падает, сразу 50 очков. Ох ты, задевает все-таки Евгений. Да, но пытался сыграть каблук, наверное, сбить фишки, но попал тонко. Ну, как-то... Пока он впереди 20 на минус 90. Это к вопросу о том, что можно ли в эту игру минус 1000 сделать, ну, наверное, можно. Можно, конечно, пошел бы. Но это надо быть очень не внимательным, конечно, или очень невезучим. Попытка триборда. Наверное, первый такой неконтролируемый удар у Эдуарда. Ну, видите, как удачно триборда не попадает, а от пяти сбивает фишку 30 очков. Ну, как везет. У него маска. Причем маска такая. Видите? То есть, напрямую по резке видно шар, но этот шар точно совершенно не разменется, скорее всего, с этой 30-очковой фишкой, которая стоит рядом с ним. Да, может сбить, а можно тонко отыграться. Нет, может разменываться действительно. Ну, в этих случаях можно сыграть два борта. От борта сложно сыграть, потому что нужно давать винта большого. Контролировать этот удар сложно, проще от двух бортов попасть. То есть, длинный, короткий и, соответственно, вот этот шар. Либо просто совсем тонко по резке, либо вот от борта видите, как он играет и великолепно сыгрывает. Это был очевиднейший удар. Зачем от двух бортов саму себе усложнять, когда вот так? Да, ну вот он сбил, да, и что получил? Опять маску получил. От двух бортов маски не подразумевалось. И в принципе в эту игру, если, скажем так, большой опыт, в смысле тренировочный, игровой, постоянно, именно такие позиции просматриваются. Чем больше бортов, тем лучше попадание. Вот так вот. И еще он выходил. Вот таким вот образом он заворачивается из ситуации. Чудесных ударов в исполнении Эдуарда Галянца. Серия чудесных, просто чудных ударов то есть два борта каблук в лузу в угловое. Ни в одну игру мы так не увидим, наверное. Вот шар выставляется на противоположную половину стола, где стоит еще один прицельный шар. И опять же ситуация такая, что не очень просто сейчас будет Эдуарду. Вот видите, как шар проходит между кегелями. То есть можно попасть в него и сыграть три борта. Но биток надо контролировать так, чтобы не сбить вот близких фишки. Неужели будет играть? Ну, конечно, можно сыграть. Почему нет? Видите, как шар проходит? Как раз вот с этой видно, что он проходит и можно оттянуть и даже три борта сбить какую-нибудь из вот этих центральных фишек. Раз, ну, узко заужает, неразумно. Хотя бы отыгрался. Да. А маска? А маска? Эх, чуть-чуть не в эту сторону надо было. Сорвал удар. Вот сейчас восстанавливается позиция центральной фишки. Она ставится на середину. Три борта. Узко играет Евгений Сталев. Да, такое упорное начало. Оба были в минусе в начале. Сейчас у Эдуарда минус 25, но это, я думаю, ненадолго. Хорошие три борта. Зацепляется за серию. Эдуард забивает пять очков. Продольный стоит. Оборотней можно сыграть дуплет. Мне кажется, проще сыграть, конечно, тридцатку сейчас выронить понятным ударом. Длинный борт? Нет. Оборотню надо играть туда. Оборачивает 30 очков. Еще 30. И выходит на игру. Можно еще оборотню от короткого борта сыграть. 35. Видите, 30. Большая падает и маленькая. 30 очков. И предыдущий удар 5 очков. Общая серия у него 35 очков. Здесь можно оборотней сыграть. да, он так и делает, сбивает 5 очков. Ну, и хорошее продолжение стоит дуплетом через группу центральных фишек. Да, Павел, я попрошу вас, если вы часто употребляете термин оборотней, объясните, пожалуйста, телезрителям, тем, кто не знает, чем он отличается от дуплета. Ну, дуплет это когда после соударения биток не пересекает линию движения прицельного шара, а оборотней, то есть, вот видите, дуплет, прицельный шар катится, прицельный направо, биток налево. А оборотня это когда биток пересекает линию последующего движения прицельного шара. Траектории и битка, и прицельного пересекаются. И вот задача бильярдиста сделать так, чтобы они не пересеклись, естественно. Ну, фактически сами шары траектории пересеклись. Да, шары не пересеклись во времени и в пространстве по траектории движения, которое заранее известно, что они будут пересекаться. Ох, прямо в лузу. Отличный удар, смотрите какой. И на обратном подъеме еще подцепит. Оп! Да, 95 очков. Ну, неплохо, неплохо. Две крайние фишки по 30, две маленькие и большая 35 очков. Это в лузу прям ушла. Ну, часто бывает на сильных таких резких ударах фишки либо вылетают за борт, либо в лузу падают. ответственный момент сейчас. Если сможет Евгений зацепиться за серию в этой партии, тогда будет борьба в контровой. Удар, конечно, очень неудачный. Максимально неудачный. Вроде великолепный один удар, и второй такой не контролирует. А то ведь, как мы знаем, Евгений по первой партии любит собрать неплохую серию и уйти в минус вместе с ней. Это не зачем плох удар. Он мало того, что не результативный, он дает возможность сопернику атаковать достаточно результативно. 35. здесь вот один прицельный шар. Траектория замазана фишкой. Смотрите, три борта. Играл, скорее всего, на мой взгляд, может быть, два борта через середину. Три борта проще пошел в пуск и попал в крайнюю одинокостоящую фишку. А сейчас есть продолжение, что играть одинокую фишку дублетом, контролировать биток на месте. Вот, что делает Эдуард. И продольный стоит. Продольный атака от короткого борта. 95. Тут, как бы, два варианта. Либо оборотни, либо можно очень жестко ударить в лоб практически, да, и третьим бортом попасть в фишки. Но в данной позиции тут нецелесообразно, потому что прицельный шар стоит на этой траектории. Нет, тут именно играть этим ударом, то есть жестко в лоб сразу после ударения с бортом сильно меняется траектория отскока за счет того, что боковое вращение было придану битку и очень резкий удар. За счет этого, как бы, за счет резины в другую сторону отбрасывает прицельный шар. 70 очков взял, тем не менее. Да, и 70 очков очень хорошая серия сейчас может начаться у Эдуарда. 165. 165 и еще продолжение опять есть хорошее. Вот от второго борта играет, видите, как меняется трещина. И еще раз. Их нет. Ну, 5 очков тоже неплохо. Видите, как биток контролировал, опять продольный удар более простой стоит. Понятно, что при кажущейся простоте попасть, иногда очень сложно рассчитать именно окончание удара, от которого зависит траектория отскока от борта. Потому что можно дать винт, а он практически не сработает. Здесь очень важно определенную жесткость в ударе, в окончании удара иметь, чтобы от этого зависит, насколько сильно изменится траектория отскока прицельного шара от борта. Если очень жестко, то много меняется, достаточно прямо зрительно много меняется. В обратную сторону практически может отскочить шар от того угла атаки, на который подходит прицельный шар к борту. А если много дать винта, но ударить мягко, то это практически может не как не оказаться. Ну вот повезло. Сейчас Эдуарду после соударения, второго соударения с битком прицельный шар попадает на фишки. Это хорошие фишки. Почему? Потому что первоначально была комбинация биток прицельный шар борт. И уже от вторичного соударения он пошел на фишки. Ну вот 215 взял. Ну и у Евгения Сталева тут есть шанс. Очень даже неплохо. Карамбольчик нет. На мой взгляд Евгений злоупотребляет ударом чуть-чуть сверху и шары даже подпрыгивает. Если в лузную игру это нормально, то есть шар запрыгнул в лузу и ничего страшного, то в эту игру во-первых очень сложно проконтролировать отскоки от борта. Сейчас параллельно ударил, как шар пошел. Не прыгая, четко, траекторию жестко ударил. А у него иногда бывает сейчас используют эти удары сверху вниз. Шар прыгает, соответственно контроль сложнее. И вот эти вот все минусы именно на мой взгляд отчасти с этим тоже тоже связаны. Такой свободный делает удар сверху вниз, шар прыгает и попадая в борт меняет совершенно непредсказуемую траекторию отскока. Ну и плюс на мой взгляд на лице Евгения не написано какой-то сосредоточенности той, которая ему свойственна в игре. Немножко он дискомфорт, я понял. Вы уже тут всех своим дискомфортом уже порадовали, да, причем неоднократно. Вот два борта. 30 есть? Есть 30. четырех попадает в тридцатку. 145. Ну да, такая позиция, не забей и все сопернику продольный удар. Ну на себя. На себя и обратно возвращается. Есть 30, а сюда никак. Видите, как сильно меняет траекторию прицельных шаров от Жениных ударов. Он что-то бьет достаточно жестко. Меня сейчас больше занимает как там будет фишка стоять по отношению к желтому шару. Нет, там все проходит удобно. Пытается два борта сыграть и попадает широко. давайте снова следить за ходом борьбы во второй партии финального матча на Кубок Федерации Русского Биллиарда. Эдуард Галиянц против Евгения Сталева. Неплохая вывеска по именам и борьба здесь крайне ожесточенная по крайней мере во второй партии. Первую напомню выиграл Эдуард Галиянц с заявленным преимуществом вот карамболь был, да, сейчас? Да. А упражняются скажем так спортсмены игру под названием русские фишки или русские кегли. Первый раз мы показываем вам подобного рода зрелища. Как можем пытаемся всегда рассказывать правила, потому что вдруг кто-то нас сначала смотрит. Цель этой игры простая сбивать фишки находящиеся на столе. Изредка можно позволить себе забить один из прицельных шаров. Игра ведется битком желтого цвета. Кто сбил много фишек в комбинации прямым ударом это делать нельзя только лишь в комбинации от борта и дальше пожалуйста сбивайте. И только прицельными шарами вот как сейчас а не битком тот молодец. Тот кто сделал все то же самое но либо без комбинации прямым ударом либо в комбинации но битком тот соответственно не молодец. Все очень просто. Игра ведется до тысячи набранных очков. Сейчас где-то первая треть игры примерно равный счет. Сначала они дружно ушли в минус. Да. Сейчас где-то порядка 300 на 300 очков у обоих. И соответственно если сейчас Эдуард зацепит эту серию сделает ее хорошей 200-300 очков уже может иметь такой психологический перевес в этой партии. Посмотрим получится у нее это или нет. Потому что пока что эти три удара сделал великолепно. Контролирует пытается забить чужое. Но это не лучшее было решение. Почему он под дуплет вывел этот шар? Да. Сложно все-таки после игры от борта сыграть прицельно шаровозу. Вообще сложно карамболь. Карамболь еще мог в биток упасть и было вообще не очень хорошо. А так между этим 35 и карамболь 40 очков сделал сейчас Евгений. Я хотел сказать что в принципе после подобного рода перемещения шаров по игровой поверхности стола потом вдруг что-то положить довольно сложно. Ты заточен на одно а тут еще надо оказывается иногда неплохо было бы забить шар. Да. Ну вот чем я говорил Евгений сделал меньшую серию а Эдуард большую 490 на 350 середина партии и в общем-то сложно будет Евгению в общем-то что-то противопоставить ну вот видно что психологически он в таком разобранном состоянии соответственно это всегда влияет на игру ну отличный удар три борта 65 очков ну тут как мы видели в первой партии важно не просто сбить фишки а удержать это в положительном балансе и записать себе положительное количество очков а не минус поэтому о чем я говорил что очень сложно в таком плохом состоянии психологическом да вот у Евгения претензии к оборудованию да претензии к оборудованию у него как бы еще какие-то претензии естественно если уже стал играть надо искать какой-то наоборот более положительный настрой видите сейчас два борта узко и выход для соперника да неплохо подравнялся но уход то передал а мы видели как Эдуард Галиян сможет делать серии там по 250 300 очков здесь пока начало серии великолепное но только что-то а нет вот от третьего борта немножко бросил руку но третий борт за счет резкости удара видите как сработало от третьего борта 35 очков опять оборотней становится либо оборотней через длинный борт либо через короткий борт большой тактический выбор посмотрим что будет делать Эдуард играет от длинного борта и нерезультативно видите выход под продольный оборотней ну теперь у Евгения все и широко сыграл что-то как-то не пользуются они ошибками соперника ну один один вроде неплохо больших минусов на себя сейчас Евгений не делает сбивает фишки тоже а еще 5 запишите нам еще нет не прошло 65 очков 31 фишка и 3 фишки с одной большой 2 маленькие одна большая вот сейчас вот видите 35 очков по 5 и 25 35 вот за 2 удара 70 очков и есть плюс карамбол оборотней оборотней смотрите великолепный оборотней смотрите 70 очков хороший удар как провел сейчас биток которым напомню ни в коем случае нельзя трогать фишки только уже лежащие на столе можно трогать битком да стоящие ни в коем случае показывает куда вернет играет оборотнева великолепно точное попадание 35 очков прикормил чтобы рыбаки говорят вместо показал что типа сюда вот две маленькие одна большая 35 очков то есть в этом ударе он сбивает 35 общее 175 выходит вперед то есть помимо того что надо еще сбивать естественно желательно уже на себя не делать потому что потому что слишком много видите на три борта поймал удар Евгений еще сбивает 45 очков одну маленькую фишку в 30 очков и три маленькие в середине в 5 очков то есть порядка порядка 220 очков у него уже серия 220 очков судья подтверждает естественно если удар совершается а фишка лежит это плохой удар игроки это знают ждут когда судья поставит ромболь пытается сделать и 30 ну цепляй ну нет рядышком рядышком ну здесь есть возможность каблуком сыграть по тридцатке нет играет напрямую либо напрямую от борта да хорошую серию смотрите за 230 очков уже делает Евгений единственное что после этого удара видите биток стоит плотно к борту это не очень хорошо но оборот него можно сыграть да но оборот него в этих случаях достаточно опасный да проще сыграть два борта но эти два борта широко прошел шар ну хотя бы упадет нет не падает на себя записал все это дело да хотя бы в плюс уже неплохо потому что в предыдущей партии Евгений очков 400 сделал на себя соответственно это не очень хорошо а так сейчас будет борьба уже Эдуарду надо будет не просто выигрывать соперника соперника скажем в таком разобранном состоянии бьет на себя именно в тяжелой жесткой борьбе хоть и нет единоборства прямого в бильярде но косвенно оно конечно подразумевается фишкой фишкой сбил фишку тоже считается как хорошие фишки все что упало после удара если удар положительный правильный значит все в плюс если неправильный значит все в минус пока все в плюс у Эдуарда вот три фишки это 15 очков главная не упала центральная которая стоит 25 если она падает в комбинации вот с маленькими окружающими если падает одна все четыре маленькие остаются стоять значит она стоит 50 очков ну и фишки которые стоят на первой и третьей точках 4 борта пытался сыграть сейчас удачно они стоят соответственно по 30 в любых комбинациях исключение составляет лишь сбитые все фишки на столе такого еще правда мы не видели это стоит 200 очков 35 неплохой удар совершает Евгений Старев уводит на игру продольную можно сыграть можно через длинный борт дуплет посмотреть по лицу Евгений не скажет что он неплохой удар сделал ну тянуться надо это конечно все равно контролируется удар 5 очков 35 очков и в общем-то все равно стоит продольный все равно стоит продольный еще 30 очков сбивает Евгений ну разошелся хорошая серия да маска вот только и там и там да вот все эти кадры видно что траектории конечно напрямую закрыты фишками ну в эту игру в общем-то два борта или от борта попасть в шарай не сложно вот он да передает ход причем передает на неплохом продольном ударе от короткого борта да очень боевая партия 700 ну срывает удар так провести конечно срывает Эдуард удар ну скажем удачно для него становится один из прицельных вот он видите во-первых близко к борту подказывается и во-вторых его не видно соответственно сейчас Евгению надо что-то придумывать ну тут три борта можно сыграть можно четыре борта сыграть если почти в лоб вот он пытается провести битком сбивает пять очков ну хоть так да не очень хороший удар штраф пять эдуард Галиянс у стола вторая партия финального матча на турнире на кубок федерации русского бильярда тридцать пять так Эдуард Галиянс предпринимает попытку догнать приблизиться в счете к Евгению Сталеву Евгению Сталеву нельзя уступать в этой партии поскольку до двух побед в финале проходит борьба и первую партию Сталев уже проиграл вот на экранах кубок за который борются спортсмены какой сложный хороший удар делает Эдуард контролирует шара оборотнева играет на максимально сложную смотрите как фишка сбивает одну фишку 30 очков которые стоят и еще одна маленькая падает того 65 перед этим удар 35 в общем серия 100 очков если он продолжит то минимум приблизится вплотную к сопернику а если еще разовьет вот эту вот серию то может выйти вперед а между тем уже счет подходит к завершению порядка 800 очков набираются игроки соответственно любая серия 200 очков она уже будет финальным ну скажем так за один подход может как вы говорите партионные шары стоят практически да неудачный оборотник как вот видели пересекаются траектории происходит контратуж и вот недоволен Евгений тем что плотно биток становится смотрите как а между тем да поднимись биток чуть повыше и уже намного было бы проще Евгению играть играет карамболь изменяет положительную позицию ну там не так много 5 очков но тем не менее 10 очков зарабатывают с карамболем да и еще посильнее бы чуть-чуть как раз бы на продольную вышел отличное решение сейчас сделал Евгений не стал тихо атаковать продольного сыграл карамболь и два борта прицельный шар прошел через средние фишки здесь сложная достаточно позиция ну что нужно если отыгрываешься а нет просто забивает шара и смотрите как неплохо достаточно выходит под второй прицельный шар шар нужно вот на эту половину стола видите на ту половину стола выставляется к той фишке 30 очковой вот здесь играется оборотня видите неплохо сыгрывает немножко нерезультативные удары хотелось бы больше максимальность очков после каждого удара то есть по 10 каждый удар по 5 очков и позиции в общем-то все время достаточно сложные да вот сейчас Евгений спрашивает можно ли вторым шаром после карамболя сбить фишки как раз стоит такая позиция вот если тонко сыграть да первый шар который стоит около фишки потом сделать карамболь по второму и второй шар если попадет напрямую на фишки без касания борта они будут считаться хорошими такой вот есть нюанс согласен с Павлом единственное что я это просто играет оборотнева и нерезультативно пока не позволяет мне мой коллег закончить примерно минуту или полторы начатую назад мысль о том куда должен выставляться шар но поскольку это уже просто неудержим был Павел что-то его о чем-то он бурно рассказывал мысль перетекала из одной в другую так я не успел обратить внимание дорогие друзья на то куда нужно выставлять шар одним словом забитый Евгением Сталевым чужой шар биток был выставлен на другую половину стола где в тот момент находился второй биток на одну половину стола их ставить нельзя но это просто уже случилось довольно много лет назад поэтому думаю что немногие помнят о чем мне сейчас рассказываю продолжайте Павел продолжайте мне было очень интересно вас послушать да в общем-то все только что показал счет осталось по 200 с небольшим очков каждому из игроков и я думаю что сейчас будет очень интересная развязка в этой партии сейчас Эдуард делает карамболь вот интересно какое продолжение в этой достаточно непростой ситуации он выберет для себя тут можно каблук сыграть небольшие расстояния понятная резка удобный подход поэтому скорее всего будет играть каблук то есть желтый шар если в борт можно сыграть да играет можно в борт сыграть и в этот да видите даже играет карамболем от борт и 10 очков да отличный бар делает то есть не просто от борта что проще а еще первоначально попадает в прицельный шар видите 15 очков там судья видимо что-то ошибает потому что первый удар был карамболь здесь карамболь и упавшая фишка вот поправляются судья 15 очков а да но это общий счет он ударит 10 и перед этим был карамболь 15 вот отличные три борта смотрите как великолепно выбивает 35 очков ну вот и оценка действий молодец Эдуард то есть показывает что не случайно он выиграл первую партию даже при условии что соперник скажем так не сильно сопротивлялся то вот в условиях скажем ожесточенной борьбы Эдуард не теряет качество игры играет очень внимательно и результативно это настоящее мастерство еще раз карамболь карамболь в этом случае нужен для чего Павел в большей степени изменить позицию и продолжить игру то есть это основное но так или иначе перед тем как ты будешь делать карамболь нужно подумать то есть отконтролировать все три шара да размер конечно обязательно потому что так просто делать карамболь будет смысл изменять позицию если ничего не подумал о том как этой позиции воспользоваться ну между тем вот так вот выцарапывая понемножку уже серия 80 очков у Эдуарда по счету он сравнивается или может быть даже чуть выходит вперед сейчас два борта играет их не поцепляет ну да очень сложный удар вот я даже по себе знаю мне сложно эти все удары делать очень рассчитать сложно и мы видели что в этой игре и у одного и у другого эти удары скажем так наименее результативные и вот сейчас от трех бортов попадает сносит в середину 65 очков хороший удар хорошая заявка на победу в этой партии 65 да тут Эдуард старался старался так долго старался причем и сделал всего-навсего не столь внушительную серию да 80 очков подошел Евгений Сталев ах битов чуть не уродил и 165 он сбивает уже в этой серии буквально 100 очков ему остается ну вроде находит свою игру находит подход конкретно этой игре в которую отмечу что он не очень скажем так много играл в бортовые разновидности безузные так сказать можно виды бильярда ну неужели 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 да я не верю 170 очков на себя 170 штраф да место ура караул было бы 900 да даже наверное за 900 было бы 700 795 и да там было бы за 900 существенно то есть он мог выиграть все это итак дорогие друзья очень интересная интересная баталия между Эдуардом Гальянцем и Евгением Сталевым только что Евгений Сталев как говорит мой коллега Павел Швецов в минуту откровения дал маху причем маху дал сразу на 170 очков записал их себе в минус а карамболь и есть карамболь 45 и таким образом выбыл выбыл из предвыборной гонки так можно сказать вот в общем перестал похоже претендовать вот на этот кубок который внизу экрана находится кубок федерации русского бильярда за что собственно и борются оба игрока да вот посмотрите на счет 800 это без учета той серии которую сейчас делает Эдуард Гальянц а у Жени было 625 а было 960 а было было когда он начал хорошую свою серию насчитывающую 170 очков соответственно 795 представляете 795 плюс 170 который он бы сделал это если плюс вот то там уже довольно небольшая дистанция до победы бы оставалась но это все сослагательное наклонение поскольку был не плюс а минус и теперь уже все в руках Эдуарда я думаю что вряд ли он упустит такую возможность просто даже отыграйся в той позиции и 970 очков конечно оставь посложнее сопернику но вот это вот желание выиграть прямо сейчас выиграть сейчас да и потеря концентрации на ударе на одном сложном и все переворачивается в другую сторону А Эдик молодец смотрите как он внимателен приятно посмотреть за игрой мастера когда он так вот сосредоточен ну почувствовал кровь он почувствовал ну ему как бы дали шанс он должен конечно воспользоваться так ну неплохо 110 остается 90 очков ну вот сейчас только одним ударом он очков 70 может положить да повнимательнее надо и от второго борта да неплохо получается 65 очков остается 25 очков два варианта можно оборотнику сыграть можно или два борта сыграть через среднюю группу фижек либо от четырех бортов всего 25 очков надо Эдуарда чтобы выиграть эту партию и эту встречу из-за спины играет играет четыре борта ой что же вы так пугаете дорогие друзья да но не результативно я думал так будет играть сейчас карамболь может быть будет делать я думаю поспешил Эдуард можно было повнимательнее конечно подойти к этому шару и попробовать в прокат через карамболь изменить ситуацию ну что 250 очков нужно Евгению Сталину чтобы сравняться похоже что он удался о чем я и говорю что в эту игру после такой серии на себя происходит опустошение психологическое вы смотрите на Евгения да только-только он был так на коне как бы как Феникс приходил в себя и вот сделав на себя возрождался и сразу после этого нерезультативного удара отрицательного просто развалился так все больше тысячи очков уже набрал Эдуард Гальянс но ему нужно отыграться еще но я думаю что сейчас проблем не составит для него вот что собственно и происходит поздравляем во всех партиях играл ровно одинаково ровно нигде не давал слабину то есть максимально сконцентрированный был максимально этот момент не дал Евгению по-моему ни одного шанса ну что дорогие друзья заканчивается Кубок Федерации Русского Бильярда к сожалению все хорошее когда-нибудь заканчивается награждают игроков принимавших участие в нем Павел как вот по Сергею Румакову что вы скажете достойно проявил себя ну на мой взгляд неплохо выступил хотелось бы я знаю что он может больше и думаю в следующих турнирах он это покажет Аслан Бузоев разочаровал или это максимально что он способен Аслан тоже входит в игру достаточно плотно внимательно играет мне очень симпатизирует его игра я думаю конечно бы мог бы сыграть получше но побеждает сильнейший всегда ну в данном случае сильнейший у нас Эдуард Галиянц хотя наверное фаворитом можно было перед турниром смело назвать Евгения Сталева ну собственно в тех турнирах где он принял участие он всегда фаворит но Эдуард Галиянц в честной заслуженной борьбе вырвал победу и что мы его только с этим поздравляем желаем его успеха Павел Черемисин Павел Швецов были с вами всего доброго до свидания дорогие друзья это я просто то что я не знаю не знаю не знаю Субтитры создавал DimaTorzok